назвать доклад, что вопросов больше, чем ответов. Итак, начинаем. Определение. Перед вами определение Украинской ассоциации кардиологов и европейских экспертов. Общее здесь то, что миокардит – это воспалительное заболевание миокарда, но европейцы требуют обязательно, что это заболевание должно быть диагностировано, подтверждено с помощью гистологических, иммунологических и иммуногистохимических критериев. Здесь в большей степени, конечно, подвязано от проведения эндомиокардиальной биопсии, но о ее значении мы поговорим чуть позже. Итак, миокардиты. Что мы знаем? Я позволил себе выделить две большие группы. Речь идет об этиологии – инфекционные, неинфекционные. В каждом из подразделов есть инфекционные, вирусные, бактериальные, протозоидные и так дальше. И, в общем-то, как вы видите, что этиологических факторов очень большое количество. Причем каждый или, скажем так, многие из вот этих этиологических факторов имеют свой патологический механизм воздействия на миокардит. Это начиная от прямого цитопатического воздействия, что характерно в большей степени для вирусов и рекеции. Есть влияние за счет выделяемых токсинов, есть за счет повреждения эндотелия мелких сосудов, это те же рекеции. И, что очень важно, практически везде, как вторая стадия развития повреждения миокарда – это развитие иммунных и, конечно, главным образом аутоиммунных реакций. Но мы не должны сбрасывать со счетом и такие факторы, как аллергия, как гиперчувствительность, гиперсенсибилизация миокарда и различные другие механизмы, например, будь то оксидативный стресс, будь то токсические повреждения и так дальше. То есть, исходя из всего этого, мы можем констатировать то, что миокардиты имеют разную этиологию и разные патологические, патогенетические механизмы. Причем зачастую может воздействовать несколько факторов одномоментно и, соответственно, будет целый комплекс патогенетических механизмов. Клинические проявления, они достаточно разнообразны. Начиная от самого банального, вот этих невлияющих, не угрожающих состояний, будь то экстрасистолия или транзиторные блокады и дальше. Это развитие жизненноопасных нарушений ритма желудочковых тахикардий, остро декомпенсированной сердечной недостаточности, инфарктоподобного течения, впервые выявленные СН и так далее и так далее. То есть, клинические проявления достаточно разнообразны. Если мы говорим о возбудителе, то мы уже говорили, очень много есть этиологических моментов, но каждый из них может приводить к различным изменениям в миокарде. Отличается гистологическая картина. Выделяют сейчас лимфоцитарные инфильтраты. Они чаще всего связаны с вирусными или аутоиммунными механизмами. Выявляются нередко нейтрофилы в гистологической картине эндомикардиальной биопсии. Это чаще всего бактериальные, грибковые, бывает на ранних стадиях вирусного повреждения. Есть специфические миокардиты – эозинофильные, гранулематозные. Ну, эозинофильные мы уже говорили с вами в прошлых лекциях. Речь идет об гиперэозинофильном синдроме или Лефлеровском эндомиокардите. Ну, а гранулематозные – это гигантоклеточные, это саркоидоз кардиальный. Поэтому здесь мы можем сделать вывод, что кроме этиологии и патогенетических механизмов, совершенно разные клинические проявления, совершенно разные гистологическая картина. Ну, речь идет об эндомиокардиальных биоптатах. По течению. Сейчас выделяют несколько форм. Чаще всего самый тяжелый ассоциируется с молниеносным или с фульминантным миокардитом. Это миокардит, который развивается от нескольких часов до нескольких дней после так называемого инфекционного начала. Гистологически он проявляется множественными очагами некрозов, кардиомиоцитов, кровоизлияния, активная диффузная воспалительная инфильтрация. Острый миокардит – это чаще всего идет развитие от нескольких дней до нескольких недель и характеризуется тем, что есть активные воспалительные инфильтраты. Европейские эксперты выделяют два типа хронических миокардита. Это так называемый хронический активный, хронический персистирующий. Чем они отличаются? Казалось бы, масло масляное. Не совсем. Хронический активный характеризуется тем, что достаточно длительное время существуют, персистируют активные очаги воспалительного, воспалительные очаги, воспалительные инфильтраты и на фоне этого формируется уже выраженный фиброз. То есть здесь фиброз иногда может превалировать над количеством инфильтратов. Хронический персистирующий – это тогда, когда все-таки больше инфильтратов, но среди них уже начинают появляться единичные постепенно формирующиеся очаги заместительного фиброза. То есть клиническое течение идет то лучше, то хуже. Но это связано чаще всего со многими факторами, но в том числе с неправильным лечением. И мы должны еще и не забывать, что миокардит бывает и вторичным, когда поражение миокарда является лишь одним из проявлений на фоне мультиорганного поражения в результате основного заболевания. Может быть, звучит нескольких системные заболевания соединительной ткани, это может быть реакция на отражение трансплантата, это может быть последствия ожоговой болезни, когда есть генерализованное поражение и в том числе захватывается миокард. Поэтому мы можем смело говорить о том, что миокардит точка не существует, что это целая группа заболеваний с миокарда, которая абсолютно разные имеет этиологические факторы, механизмы патогенетические, проявления клинические и исходя из этого перспективу тяжести течения и прогнозов. То есть это гетерогенная группа заболеваний. Мы должны говорить о миокардитах, как о группе заболеваний. Итак, прогноз мы вот только что упомянули об этом. Дело в том, что действительно есть благоприятный прогноз, и он не так уже в малом количестве случаев встречается. По данным европейских авторов, это почти половина может выздороветь в течение первых двух-четырех недель. Вы знаете, здесь интересно то, что вот это выздоровление связывают не только с вот этим легким течением, когда после вирусной или какой-то другой инфекции появляется экстрасистолия или вдруг приходящая блокада. Это в том числе может быть связано и с тем же тяжелым началом фульминантным миокардитом. Но здесь есть оговорка. Дело в том, что кто переживает первый месяц, дальше имеют очень хороший долгосрочный прогноз. Но почти половина таких пациентов с фульминантным волнееносным миокардитом, к сожалению, первые 3-4 недели не переживает. Но обратите внимание, 50% выздоравливает, да? Но 50% не выздоравливает. Это характеризуется дальнейшим прогрессированием воспаления. Оно может быть разной интенсивности. И в конечном итоге формируется в феномен сердечной недостаточности хронической, а нередко в фенотип дилатационной кардиомиопатии. Причем даже те, которые выздоравливают, почти 25%, четверть, может быть, чуть меньше, могут вернуться к нам с рецидивом заболеваний. И вот эти вот рецидивы, они во многом определяются тем, какое состояние имеет наш пациент. В первую очередь здоровье. Это его реакция иммунной системы. Если она здоровая, если она активная, организм в состоянии подавить первичную инфекцию. Если формируется аутоиммунный механизм. Формирование аутоиммунных механизмов характеризуется очень таким вялым, подспудным, тайным течением, которое потом может проявиться через несколько лет. Очень важно это наличие очагов хронической инфекции. Если мы хотим добиться полного выздоровления, одним из обязательных условий должно быть ликвидация всех хронических очагов инфекции, начиная с самых банальных гайморитов, атитов, фронтитов, циститов и так дальше. Ну и, конечно, это правильное лечение. Нередко хронизация процесса и формирование аутоиммунных механизмов обусловлена тем, что мы либо неправильно лечим, либо недолечиваем пациента. Даем курс порядка недели-десяти дней. Еще есть целый ряд ошибок, но я хочу остановиться лишь на некоторых из них. В первую очередь речь идет о констатации диффузного и очагового миокардита, о его определении и о представлении, что это такое. Я специально хочу вам привести выдержку 2008 года до сих пор, к сожалению, сохранилась вот эта трактовка, что легкое течение это очаговый миокардит, тяжелое течение это диффузный миокардит с кардиомегалией и среднее может быть и так и так. Вот это есть одна из первых грубейших ошибок. Дело в том, что очаговый или диффузный абсолютно не имеет никакого отношения к тяжести клинического течения. Ведь если мы зададим себе вопрос, самый банальный и простой, очаговый миокардит, инфарктоподобное течение, инфарктоподобное, некроз, подвышается тропонина, меняется кардиограмма, болевой приступ, это же не легенькое течение миокардита, но это есть четко очаговый миокардит. С другой стороны, я неоднократно наблюдал диффузное распространение воспалительного процесса, которое клинически проявлялось банальной экстрасистолией, ну или в худшем случае периодическими кардиологиями. Поэтому, когда мы говорим о том, что очаговый или диффузный, мы должны помнить только о том, что это есть характеристика, особенностей распространения воспалительного процесса в миокарде. Подтверждение. Чаще всего при диффузных миокардитах происходит некроз, повреждения клеток, кардиомиоцитов. Если речь идет об очаговом, то это распространение воспалительного процесса, инфильтрации в межклеточном пространстве. И с другой стороны, мы не должны забывать, что чаще всего диффузный миокардит, который является как бы началом воспалительного процесса, по мере заживления может трансформироваться в очаговый миокардит. То есть это могут быть разные проявления одного и того же процесса, но с течением времени. Следующая ошибка, очень важная. Когда мы говорим о различных вариантах течения, то как-то уже вошло в привычку привязывать перенесенную вирусную инфекцию. И вот эти вот, обратите внимание, на сроки. Острый миокардит до 3 месяцев, подострый 3-6, хронически более 6 месяцев. Дело в том, что это не всегда верно. С одной стороны, мы можем привязать вот этот начало клинических проявлений с перенесенной вирусной инфекцией, тогда, когда у нас есть, например, инфарктоподобное течение, когда был всплеск, когда была гипертермия, когда были проявления вирусной инфекции, буквально через короткое время начались клинические симптомы в виде болей, в виде изменения кардиограммы, повышения тропонинов и так дальше. Мы можем это привязать тогда, когда есть фульминантный миокардит. В частности, вот даже сейчас в современных условиях развития вот этого фульминантного миокардита при COVID-19, оно в течение буквально нескольких дней от начала инфекционного процесса. И, соответственно, мы можем привязать тогда, когда после какой-то вирусной или бактериальной или любой воспалительной реакции начинается нарушение ритма, появляются блокады. Чаще всего это угрожаемое состояние, то есть это тоже тяжелое начало миокардита. Во всех остальных случаях чаще всего привязка к перенесенному вирусному какому-то началу, она очень натянута. Потому что если речь идет особенно о фенотипе ДКМП, когда мы выявляем большую полость, низкую фракцию выброса, тонкие стенки и привязываем, что вот наш пациент перенес 2 недели назад острую вирусную инфекцию, и это является острым миокардитом, то это нонсенс. Потому что в этой ситуации нет никакой гарантии, что эта вирусная инфекция оказалась именно вот тем, той последней капелькой в полный стакан, которая вызвала проявление симптомов. И есть целый ряд клинических тому подтверждений. Диагностика. Ну, диагностика, вы знаете, она основана, как и везде, наверное, на трех китах. Первое, что очень важно, но что, к сожалению, мы не всегда учитываем. Мы должны доказать воспалительные процессы в миокарде. Именно доказать. Второе, если это доказан воспалительный процесс, нужно максимально быстро, если это, конечно, возможно, попытаться выявить этиологию повреждающего фактора. То есть вирусный, невирусный, то есть с чем связано начало повреждения. Ну и, конечно, локализация воспалительного процесса. Локализация в каких областях, насколько распространен, потому что от этого зависит и диагноз, и возможности лечения. Как это сделать? Ну, у нас есть три возможности. По совокупности клинические, лабораторные, инструментальные методы исследований. Никоим образом не может быть постановка диагноза только на основании какого-либо одного из факторов. Мы помним с вами, клинические проявления очень разнообразны и нередко они маскируют или соответствуют каким-либо другим заболеваниям. В частности, как это вот инфарктоподобное течение. Лабораторные показатели. Если говорить по отдельности, то они редко информативны. К сожалению, вот эти повышения, изменения соя, цирреактивного протеина, которые чаще всего могут быть повышенными и лежат в основе якобы постановки диагноза миокардин, они не являются специфичными. Тем более тогда, когда речь идет о каких-либо иммунологических или сирологических исследованиях. Чаще всего упирается в то, что выявляют иммуноглобулины G, которые развиваются через месяц как минимум от начала инфекционного. И на основании этого утверждают этиологию воспалительного процесса. Причем чаще всего речь идет об определении иммуноглобулинов G к Эпштейну-Бару, цитомигаловирусу и так далее. Они не являются специфичными, они не являются основанием для того, чтобы мы сразу же утверждали диагноз миокардин. А когда они могут дать нам эффект, когда они могут помочь нам? Вот эти сирологические исследования, которые в большинстве случаев не информативны, они очень показательны. Они нам очень помогут с диагностикой и с выбором лечения в случаях развития миокардита на фоне гепатита С вирусного, в случае рикциозов, в случае лаймской болезни клещевой поражения и у больных с синдромом приобретенного иммунодефицита ВИЧ. Вот это основные четыре нозологии, где мы с помощью сирологических исследований можем поставить диагноз и правильно назначить лечение. Повышение кардиоспецифичных ферментов тропонинов ИТ, они важны, но они тоже не специфичны. Они не могут быть основанием для того, чтобы поставить только по изменению этих показателей диагноз миокардит. Потому что повышение тропонинов, изменение уровня креатинфосфокиназы не говорит о воспалении, оно говорит только о повреждении миокарда. А механизмы и этиология повреждения абсолютно различные. Поэтому здесь мы можем говорить только о том, что эта ситуация помогает. Это дополнительная монетка в копилку, но не основной показатель для диагностики миокардита. Тем более, что если эти показатели нормальны, то это абсолютно не исключает варианты развития миокардита. Дополнительные какие-либо кардиальные маркеры в виде циркулирующих цитокинов, повышение уровня натриуретических пептидов или проби-НП, деградации матрикса, вот эти новые галектин-3 и так дальше. Это в большей степени имеет значение, наверное, для академического интереса, для научных работ. Они тоже не являются специфичными для миокардита. Инструментальные методы чаще всего это рентген, это электрокардиограмма, это эхокардиограмма и это доплеровские исследования. Но они тоже, к сожалению, дают нам только дополнительную информацию и не могут дать окончательного вердикта по поводу миокардита. То есть они не специфичны, они могут дополнительную дать информацию, но по изменению только одних этих показателей мы не можем окончательно ставить диагноз миокардит. Тем более, что если нет грубых изменений, например, при рентгенологическом исследовании или по эхо, то это абсолютно не исключает воспалительный процесс. Как же тогда ставить диагноз? Дело в том, что вот все перечисленное выше, клинические проявления, лабораторные, вот эти вот инструментальные, это позволяет нам с вами заподозрить миокардит. Оно позволяет поставить первичный диагноз под вопросом, но он, к сожалению, еще не доказан. Как же его доказать? Доказать мы можем этот диагноз только с помощью методов МРТ и эндомиокардиальной биопсии. Но по поводу эндомиокардиальной биопсии я хочу вам привести выдержку европейских и американских экспертов. Обратите внимание, наибольшая информативность, наибольший доказательный класс, это тогда, когда эндомиокардиальная биопсия проводится при впервые возникшей СН остро декомпенсированной длительностью менее двух недель. Или, если это впервые возникшая СН, длительностью от двух недель до трех месяцев, и которая характеризуется уже развитием различных жизненноопасных состояний в виде желудочковых тахикардий, желудочковых нарушений ритма, АВ-блокады или резистентной к основному лечению процесса. Вот здесь класс доказательности один. Даже если все это есть, желудочковые нарушения, блокады, резистентность терапии, но длительность СН превышает три месяца, класс доказательности уже 2А. Поэтому говорить о том, что эндомиокардиальная биопсия золотой стандарт, и она должна проводиться всем пациентам с подозрением миокардит, я думаю, что не стоит. У нас есть с вами очень неплохой метод, это МРТ с контрастированием гадолини. Гадолини накапливается в очагах воспаления, по его вымыванию мы можем констатировать наличие фиброза. То есть этот метод позволяет нам, во-первых, зафиксировать, подтвердить сам факт воспаления, уточнить его распространенность, локализацию, и, что не очень немаловажно, определить стадию процесса, то есть острый или хронический. И я хочу привести вам некоторые примеры пациентов, которые проходили через меня. Один из них – это молодой человек, 82-го года рождения, я смотрел всю документацию, которого 10 лет лечили с диагнозом ДКМП, 2, 3, 4 раза госпитализациями в год. И начало – это было очень умеренное увеличение полости с фракцией порядка 48-46, она превратилась через 10 лет в фенотип дилатационной кардиомиопатии, собственно, он с этим диагнозом уже и попал к нам. И вот перед вами вот это эхо, это одно из, не самое, но одно из самых огромных сердец скотолкивался. Вот этот индекс КДО, напомню вам, верхняя граница нормы СИК-5, все, что выше 95, это выраженная дилатация. На момент нашего знакомства у этого молодого человека 230, фракция выброса 21. Тогда, когда мы провели МТ, то оказалось, что это именно вот тот вот хранически активный миокардит, который лел в течение 10 лет. Ну, комментарии, я думаю, излишни. Возникает вопрос, нужно ли проводить оба метода пациента. Вы знаете, нужно. Я хочу привести вам еще несколько примеров. Один из пациентов, 47 лет, которому было, когда мы встретились, ему ставили диагноз дилатационная кардиомиопатия. И симптомы развились 6 лет назад, тогда, когда мы провели коронарографию, она перед вами. Полная окклюзия правой, окклюзия межжелудочковой и стенозирование ствола более 50%. И это 6 лет консервативной терапии с диагнозом дилатационная кардиомиопатия. 6 лет – это очень большой срок. Тогда, может быть, можно было что-то хирургически поправить в плане коронарных сосудов. Возникает вопрос, а нужно ли молодым пациентам проводить коронарографию? И так понятно. А зачем проводить пожилым пациентам МРТ, когда, скорее всего, развитие односердечной недостаточности, кардиомигалия обусловлено именно ишемической болезнью? Причем тут эти методы? Вот еще один пример. Молодой человек, 31 год, который проходил лечение по поводу острого миокардита. Обратите внимание, в течение месяца это лечение я не комментирую. Прислали к нам для подтверждения диагноза интактные коронарные сосуды. А МРТ показало, что это сформировалось уже аневризма, пост-ишемический фиброз левой коронарной. То есть это перенесенный инфаркт второго типа. Мы сейчас не будем останавливаться на причинах, которые могли к этому привести. Но, тем не менее, это именно инфаркт. И второй человек, у которого по данным МРТ 32 года есть хронический миокардит, элементы фиброза, элементы воспаления. Но обратите внимание, в 32 года безвредных привычек, а уже есть коронарное поражение. Есть 30 и 50% стенозы. То есть вылечив одно и не обращая внимания на возможность другого, мы рискуем получить этого молодого человека через несколько лет с типичным острым коронарным синдромом, связанным с коронарным поражением. А вот как у пожилых, еще один пациент, 67 лет, индекс КДО 135, фракция 39, он попал по скорой помощи с острым коронарным синдромом. Ему была сделана ургентная коронарография, результаты перед вами. Субакклюзия была простентирована абсолютно резонно, 98%. И тогда, когда мы начали проводить диагностику дальше, то оказалось, что два процесса идут параллельно. С одной стороны, есть пост-ишемические поражения, но есть совершенно в другой области острые проявления воспаления. Элементы отека, элементы очагов воспаления, которые, судя по всему, и привели к той картине болевое изменение утропонинов и так дальше, которые были главным образом расценены как ишемическое поражение. Лечение. Нередко вы слышите вопросы, нужно ли лечить, не нужно. Дело в том, что вроде бы, да, они и сами выздоровеют. Поэтому, опять же, хочу вам привести некоторые примеры. Молодой человек с абсолютно нормальной полостью, нормальная фракция, то есть не тяжелые течения миокардита, не без каких-либо осложнений. Лечение назначено небивалол, вебензин. Ну, то есть, вы видите. И что оказывается? Оказывается, на таком лечении воспалительные процессы сохраняются более чем полтора года. Это доказано повторное МРТ. Ну, вы скажете, бывает всякое, да? Можно не лечить, можно лечить. А вот есть еще один пациент, острый диффузный миокардит с большой полостью, фракции 27, которого, в общем-то, лечат абсолютно нормально в плане лечения сердечной недостаточности. Это бисофролол, амиприл, спиронолтон, торосимид. Но давайте посмотрим, к чему это приводим. Вроде бы правильное лечение, а воспалительный процесс сохраняется больше чем 3 года. Начинается динамика отрицательная по полости. То есть, 215 стало 258. Фракция выброса с 27 снизилась до 23. И в этой ситуации через 3 года вот такого правильного лечения мы вынуждены были это лечение кардинально менять. И сейчас этот пациент заканчивает, закончил, вернее, курс глюкокортикоидов и продолжает лечение уже сердечной недостаточностью. Есть положительная динамика обратного ремоделирования. Ну и вот тот момент, который мы уже с вами обсуждали. 10 лет дилатационная кардиомиопатия, огромная полость трансформировалась. И возникает вопрос, а нужно ли лечить? Давайте каждый ответит для себя. Но вы знаете, есть очень существенный момент. Действительно не все миокардиты не всегда нужно лечить. Я хочу обратить ваше внимание. Ведь наш организм активно сопротивляется инфекции. Первые часы – это неспецифическая реакция в виде фагоцитов, нейтрофилов, естественных киллеров, реакция комплимента и так дальше. То есть организм активно борется с врагом-агрессором. Следующая стадия – это начиная от нескольких дней дальше. Это так называемый вторичный иммунитет или адаптивный, когда он может пойти по двум путям, начиная от формирования эффекторных Т-клеточных, Т-клеток, которые идут по реакции иммунной системы, так называемой по клеточному типу. И есть по гуморальному, когда идет переключение через Т-хелперы на Б-лимфоциты с формированием антител специфических на определенные антигены. Так вот, этот адаптивный иммунитет, он тоже является защитной реакцией организма на первых этапах. И только тогда, когда не срабатывают супрессорные механизмы, и он вовремя, его активность не снижается, он переходит в патогенетические механизмы. Поэтому на самых ранних этапах, если мы видим повреждения миокарда, речь идет, конечно, в первую очередь об инфарктоподобном течении. Тогда, когда сопротивляется организм, пытается подавить, вывести вот этот вот чаще всего вирусный, вирусного агрессора. Тогда, когда начинают работать иммунные механизмы, направленные на заживление, в этом тоже роль реакции иммунной системы. И вот то, о чем мы с вами говорили, физиологические адаптивные механизмы, вот в этот момент активно лечить иммуномодулирующими противовоспалительными препаратами не стоит. Чаще всего вот эта стадия заканчивается, вернее не заканчивается, а мы можем видеть, закончилась она, и человек выздоровел, или продолжается дальше повреждение воспалительное, где-то порядка через два месяца, два с половиной. Вот тогда мы должны принимать решение после острого повреждения, зажило, не зажило, сохраняется воспалительный процесс или нет, и лечим дальше. Ну а лечение, как лечить? Если мы говорим о лечении, два больших блока. Гемодинамически нестабильное, это естественно реанимационное отделение. Здесь свои задачи вытянуть пациента, чтобы он прожил, дожил, борьба с различными нарушениями ритма, тромбоэмболиями и так дальше. А вот гемодинамически стабильнее. Первое. Это естественно не медикаментозное лечение. Речь идет о диете, то есть речь идет о соблюдении водно-солевого режима, об отказе алкоголя и ограничении физической активности. Ограничения должны быть до уровня среднебытовых, не больше. Увеличивать вот эти все нагрузки можно только тогда, когда мы видим отсутствие нарушения ритма, блокад на холтеровском мониторировании и можем увидеть обратное ремоделирование. До этого резкое увеличение нагрузок может сыграть отрицательную роль. Специфическое лечение. Тогда, когда мы говорим о противовирусной терапии, препаратов вроде бы много. Но давайте посмотрим. Моноглобурины не рекомендуется, потому что нет многоцентровых исследований, хотя по клиническим данным они дают эффект. Энтерферон, к сожалению, показал себя только у детей, показал при доказанной энтеровирусной инфекции и изредка при аденовирусной. А такие препараты, как ацикловир, ганцикловир, ванцикловир, они только при герпетической инфекции, тогда, когда можно четко связать развитие миокардита именно с герпевирусной инфекцией. И, к сожалению, сейчас четких алгоритмов по вот такой противовирусной терапии нет. Когда мы говорим о нестероидных противовоспалительных препаратах, здесь очень двояких данных. С одной стороны, есть мнение, что применение этих препаратов увеличивает смертность экспериментальных животных при остром миокардите. Но это работы 1985 года. При этом четких клинических данных о том, что нестероиды могут ухудшать прогноз, до сих пор нет. Поэтому, с одной стороны, сейчас рекомендовано применение их при перимиокардитах и обязательно, обязательное условие при отсутствии нарушения функций левого желудочка. То есть категорически нельзя при сниженной фракции, при сердечной недостаточности. Но, тем не менее, ломбардский регистр, итальянские коллеги, которые применяют эти же препараты при осложненном и неосложненном остром миокардите. Само по себе неосложненные миокардиты применение может быть оправданно. Но 44% случаев осложненных в виде сниженной, даже пусть умеренно, фракции выброса, я думаю, что не оправдан. Глюкокортикоиды. Тогда, когда мы говорим о применении этих препаратов, мы должны помнить, что это наша естественная защита. Это то, что вырабатывает наш организм. Эти глюкокортикоидные препараты имеют два механизма действия. Геномный и негеномный. Сейчас четко рекомендовано, показано применение глюкокортикоидов при специфических гигантоклеточном миокардите, саркоидоле, при вторичных миокардитах, связанных с аутоиммунными заболеваниями, связанными с реакциями гиперсенсибилизации и некоторых отдельных формах в виде токсических или эзенофий. Однозначно нельзя на ранних стадиях, то, о чем мы говорили, когда идет защитный иммунитет, особенно первичный, и очень осторожно следует применять их при доказанной вирусной этиологии, особенно тогда, когда определено присутствие вируса в миокарде. Четких алгоритмов доказанных нет. Каждая клиника предлагает свои методы лечения. Одна из них, вот эта клиника Шарите германская, перед вами лечение гигантоклеточного миокардита. Обратите внимание, ударные дозы 1 мг на килограмм веса, то есть средний пациент 80 кг получает начальную дозу 80 мг преднизолона. Идет лечение такой дозой около 4 недель, дальше снижение и поддерживающая доза 5-10 мг, в чем хочу подчеркнуть, нет привязки поддерживающей дозы на килограмм веса, только ударная первичная доза. И дальше это лечение около года вот такой поддерживающей дозы. Остальные миокардиты, у них начинается лечение точно так же, причем оно идет в комбинации нередко с цитостатиками, чаще всего азотиоприн. Начальная доза такая же ударная, схема такая же, поддерживающая доза 5-10, но просто короче курс лечения до 6 месяцев. Что мы можем говорить о применении при острых миокардитах? Вы знаете, есть работы, которые применяются, причем это речь идет чаще всего о тяжелом начале, о фульминантном миокардите. Здесь на первый план выходят вот эти негеномные эффекты, стабилизация клеточных мембран, изменение проницаемости сосудов и защита клеток от цитопатического действия. Поэтому вот эта ударная доза в начале, она как раз и приводит к вот этим негеномным эффектам. Падающая доза, которая пересчитывается на килограмм веса и которая пролонгирует при хотя бы средних дозах, она не дает дополнительного противовоспалительного эффекта, но она приводит к учащению побочных эффектов. Эффективность. Когда мы говорим о том, что... Является ли всегда помнить об одном. Как мы судим об эффективности? Если мы хотим получить от лечения глюкокортикоидами, сразу же уменьшение полости, увеличение фракции, увеличение выживаемости и так дальше, и так дальше, то это нонсенс. Эти препараты для этого не предназначены. Основной эффект вылечить воспаление. И их эффективность как раз и определяется. Ушло воспаление или нет? Ну, вы знаете, я побоялся применять вот такие высокие дозы. Но, в общем-то, я пришел к подобному эффекту. Вначале пробовался дексаметазон 8 мг капельно номером 5 с переходом на метилпреднизолон. Со временем курс лечения вот такой поддерживающей дозы продлился до 3 месяцев. Потом постепенное снижение и обязательно повторное контрольное МРТ. Но вы знаете, мы говорили с вами о диффузном поражении и так дальше. К сожалению, при очень распространенном воспалительном процессе эта схема не срабатывает. Зато сработало применение соломедрола в дозе 125 мг внутривенно-капельно номером 3. И обязательно повторное исследование МРТ. Оно нам показывает, да, мы задавили воспаление или нет. Вот такая схема, будь то начало с дексаметазона или будь то с соломедрола, она достаточно эффективна. Она дает приблизительно до 90% выздоровления от воспаления, но не обратного ремидролирования и применение побочных эффектов. Чаще всего это нарушение желудочного тракта. Поэтому я не начинаю этого лечения без проведения гастроскопии. Если там есть эрозии, язвы, они должны быть вылечены. К сожалению, очень часто больные боятся, особенно женщины, увеличения массы тела. Но главным образом это связано с тем, что, мягко говоря, на гормонах повышается иммунитет, извините, аппетит. И сила есть, воля есть, а силы воли нет. И люди начинают кушать. Задержка жидкости. Она нивелируется назначением диуретика по определенной схеме. Ну и, конечно, вот это нарушение со стороны эндокринной системы. Здесь речь идет о том, что мы должны контролировать уровень глюкозы, например, у больных с сахарным диабетом. Или при случаях предрасположенности. И вносить, если нужно, коррективы на специфическое лечение. А что еще? Ведь это только сугубо противовоспалительное лечение. Здесь очень важно следующее. Это лечение не вторичное. Это параллельная схема. Если не осложненный, нет увеличения полости, снижения фракции, речь идет о применении кориола до 50 мг в сутки. Блокаторы минералокортикоидных рецепторов. Задача их уменьшить образование фиброза. А если речь идет о формировании фенотипа ДКМП, то есть увеличенная полость, низкая фракция, то здесь и кориол, и ингибиторы, раз, должны быть не просто применены, но еще и применены в максимально возможных дозах. В этой ситуации не стоит даже обсуждать, какой бета-блокатор применяется. Дело в том, что препаратом номер один должен быть только кориол. У него есть свойства противовоспалительные влияния на апоптоз, на пролиферацию, миграцию клеток, на НО, на иммуновоспалительные реакции. То, чего у других бета-адреноблокаторов нет. И это ставит его на первую ступень. Что нам это дает? Это дает то, что применение в высоких дозах 30% больных с кардиомегалией и с хроническим миокардитом могут полностью выздоравливать. Я позволю себе немножко еще задержать вас и показать буквально несколько примеров других учреждений. Это получается не только у меня. Уже доктора повторяют вот эти схемы лечения высокими дозами и есть факты выздоровления через 9 месяцев лечения. Есть выздоровление через год лечения, достаточно большие полости. И вопрос, как долго лечить таких пациентов, вообще не должен звучать какими-то сроками. Есть рекордные выздоровления. Это пациентка, которая в очень тяжелом состоянии, послеродовая болезнь. И тем не менее, посмотрите, через 5 месяцев лечение практически нормализация полости и нормализация фракции выброса. Но есть пациенты, у которых обратное ремоделирование происходит через 6,5 лет. Через 8 лет лечения, тогда когда даже теоретически ничего не должно происходить. Поэтому, когда вы слышите о каких-то сроках, что 6 лет или год, и если нет реакции, мы можем ставить диагноз ДКМП. Это абсолютно неправильный подход. На вопрос, как долго лечить, ответ может быть один. Только до выздоровления больного. Спасибо вам за внимание. Спасибо вам за внимание.